В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. В школах муниципалитета прозвенели последние звонки. У нас их 949 человек, 50 из них потенциальные претенденты на медаль по окончанию школы. На территории мемориального комплекса Бутовский полигон почтили память жертв политических репрессий. Они с нами, они в наших душах, и это все в сердце. Стадион Лопатинской школы открылся для всех жителей округа. Я живу в Сухановской, 5, буквально две минутки мне пройти, и я могу тренироваться. Ребенок может ездить безопасно на велосипеде. 23 мая во всех школах Ленинского городского округа прозвенели последние звонки. 949 старшеклассников поблагодарили учителей за знание и поддержку, и последний раз сели за парты. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаский посетил праздник в Винновской гимназии. Цветы радостные и одновременно немного печальные улыбки выпускников, их родителей и педагогов, тщательно отрепетированные номера для прощального праздника. Последний звонок прозвенел 23 мая во всех школах муниципалитета. У нас их 949 человек, 50 из них потенциальные претенденты на медаль по окончанию школы. И, конечно же, мы надеемся, что все абсолютно ребята достойно пройдут свое первое серьезное испытание в виде единого государственного экзамена. 57 юношей и девушек, будущие ученые, врачи, учителя, спортсмены, политики и бизнесмены. 11 лет они перенимали знания от своих старших наставников за партами в Винновской гимназии. Но, увы, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Грустно с некоторыми учителями расставаться, но в целом она же нас и готовила для того, чтобы мы выпустились. Так что, наверное, не так грустно, как должно было бы быть. Последний звонок для выпускников Винновской гимназии начался с торжественного поднятия флага гимна России. А затем слово взял глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. Впереди вас ждет первый такой большой, взрослый, серьезный вызов ЕГЭ. И мое первое пожелание, чтобы вы прошли его успешно и нашли себя и в учебных заведениях, в высших учебных заведениях и в дальнейшей жизни. У вас будет много еще вызовов, много преград, много вопросов. Я не сомневаюсь, что вы справились. Много теплых слов и на пусты в этот день услышали выпускники от почетных гостей праздника. Делайте свой выбор. Самое главное, чтобы выбор этот был правильный, чтобы вы не ошиблись в этом выборе. Двигайтесь вперед, действуйте. И вы должны понимать, что наше будущее, будущее нашей страны зависит от вас. Мы надеемся на вас, мы верим в вас и думаем, уверены в том, что у вас все получится. Хороший сдачный экзамен, и чтобы вы, закончив высшее образовательное переждение, вернулись к нам на территории Ленинского городского округа и, как говорится, пригодились нам, нашему бизнесу, нашему городу. Один из лучших выпусков гимназии, 8 претендентов на медали. 33 раза эти дети становились победителями регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. И два призера заключительного этапа в этом году у нас по немецкому языку. Андрей Адов, вам отдельное спасибо. Выпускники также не остались в стороне и поблагодарили своих учителей за знание, заботу и терпение. Ребят, таких уже взрослых, пришли поддержать их родители, бабушки и дедушки. Они рассказали о том, что за годы учебы гимназия стала их вторым домом. Сама атмосфера очень хорошая, потому что если атмосфера хорошая, педагогический коллектив работает с полной отдачей, а это сразу же отражается на детях. И они с удовольствием приходят сюда, общаются, и перспектива у них просто великолепная. Я всем ребятам желаю успехов и чтобы их мечты обязательно сбылись. Радость, счастье, то, что ребенок вырос, достиг каких-то высот, сейчас в дальнейшем открываются планы на учебу дальше, поэтому все только в ожидании. Напоследок старшеклассники по традиции высадили на аллее славы гимназии несколько кустов сирени. Теперь впереди у ребят ЕГЭ. Первый экзамен уже совсем скоро, 26 мая. Удачи! Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ. И в продолжении темы. Красочным выступлением свой последний звонок отметили выпускники Видновского художественно-технического лицея. Для гостей праздника ребята подготовили большой концерт, в котором разыграли сценки на тему школьных лет. Какие эмоции сопровожали родители, педагогов и виновников торжества, расскажет Юлия Поготьян. Поздравляем! 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 У Видновского художественно-технического лицея уже традиция провожать выпускников на торжественный последний звонок через коридор, который выстраивают ученики младших классов, держащие в руках шарики и цветы. Честую 11-классников, главных героев праздника, звезд этого солнечного дня. Хотели бы 11-классников сказать о их дальнейшем пути. Чтобы они нашли себе хорошую профессию, жили счастливо и, допустим, чтобы, как сказать, они сдали их экзамены хорошие в институте. Здоровье и любви. И все? Да. А как же экзамены? Экзамены сдать и профессию хорошую найти. На их лицах улыбки, а в глазах слезы. Этот день они запомнят навсегда, когда ребята прощаются со школы и говорят уверенно «Привет взрослой жизни». Сегодня детство закончилось у учеников двух 11-х классов Видновского художественно-технического лицея. Так красиво на территории Видновского лицея. Все цветет для вас, потому что все только начинается. Вы воспитаны, вы образованы, вы подготовлены. Педагоги Видновского лицея сделали максимум для того, чтобы вложить в ваше головы знания. Ваши родители еще больше сделали для того, чтобы подготовить вас к этой жизни большой и предсказуемой. Долго выпускники сидеть на своих почетных местах не стали и почти сразу вышли на сцену, чтобы подарить гостям авторское театрализованное выступление. Здесь было все – и песни, и танцы, и сценки на тему школьных лет. Трогательные воспоминания с самого первого класса. По традиции в зале первые учителя. Для них то, что они сегодня увидели – лучшая благодарность, которую ребята могли подарить. Вы повзрослели. Вы за эти 11 лет научились дружить, научились любить, научились работать, научились учиться. Ну а если вы забудете, что такое детство и как надо баловаться, я всегда рада вам помочь. С напутственным словом к выпускникам Видновского художественно-технического лицея обратился депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Павел Русаков, который отметил, в какое интересное время ребята вступают во взрослую жизнь и насколько важно сделать правильный выбор. Я думаю, что они все прекрасно все понимают, какие исторические события сейчас разворачиваются на мировой арене. И то, что весь миропорядок уже меняется, и мы все это ощущаем. Конечно, Россия в нем займет особое место. Для меня, как и для депутата, и для гражданина принципиально важно, чтобы эти люди максимально интегрировались в работу в нашем муниципалитете. В Москве не важно. Главное, чтобы они чувствовали, что за ними будущее. Сегодня ребята еще наслаждаются беззаботностью, а впереди у них экзамены и университеты. И это как раз называется взрослая жизнь, в которую, по признанию выпускников, они идут на позитиве. Юлия Погосян, Кирилл Ибанов, Ольга Садовская. Видно этого. Стадион Лопатинской школы открылся для всех жителей округа. Новыми площадками для спортивных игр, дорожками для бега и другой современной инфраструктурой теперь могут воспользоваться и школьники, и остальные горожане. На торжественном открытии стадиона побывала и наша съемочная группа. Баскетбол, волейбол, футбол, бег по дорожкам с амортизационным покрытием – теперь все это доступно учащимся Лопатинской школы и всем жителям поселка. Спортивный объект начал работу в рамках программы «Открытый стадион». Школа в Лопатина открывает для всех жителей, всех окрестных домов, открывает свой уютный, оснащенный стадион. Это 20-й стадион в Ленинском городском округе, открытый для жителей. Наш город на самом деле лидирует в этом направлении. И вообще все, что связано в нашем городе со спортом, дорого всем и каждому. Дорого не только администрации, а каждому и маленькому и большому жителю. До этого стадион работал только для школьников. Его удобство уже успели оценить учащиеся учреждения. Здесь они проводили время не только на уроках физкультуры. Поле для спортивных игр никогда не пустовало. Нам нравится, мы сюда приходим и в футбол поиграть. Мы, думаю, 24 на 7 тут зависаем. Теперь в учебные часы здесь по-прежнему будут проходить занятия. А с 6 до 8 утра и с 6 до 10 вечера стадион примет всех желающих. По выходным ворота учреждения будут открыты на протяжении всего дня. Здесь будут встречаться все семьи, приходить со своими маленькими детьми, большими детьми. Просто наши уже подрастающие подростки, они любят заниматься культурой, ходят в секции. Как раз таки в то время, когда уже нет учебы, могут спокойно и дальше продолжать. И те родители, кто поздно приходит с работы, могут спокойно позаниматься. Либо вечером, либо рано утром. Мы спортивная семья, честно, мы ездили куда-то там где-то провести время, побегать, чтобы ребенок покатался на велосипеде. Но спасибо, конечно, организаторам всего этого. Я живу в Сухановской, опять буквально две минутки мне пройти. И я могу тренироваться. Ребенок может ездить безопасно на велосипеде. Это очень удобно. Это просто супер. Открыли летний сезон на стадионе масштабным праздником. Для гостей выступили творческие коллективы школы, а преподаватели физкультуры провели спортивные мастер-классы и соревнования и для детей, и для взрослых. Это и футбол, и баскетбол, прыжки в длину. Мамы прыгают в скакалку, папы подтягиваются на перекладе, дети будут соревноваться на роликах. Сами школьники устроили анимационную программу для маленьких гостей. Ребята в костюмах сказочных героев проводили игры и фотографировались с дошколятами. Совет обучающихся. Мы решили сделать для детей небольшой праздник. Устроили открытие стадиона. Организаторы рассказывают, подобные мероприятия планируют проводить на стадионе в течение всего лета, чтобы жители района всегда приходили на тренировки, как на праздник. Олеся Попова, Галина Житкова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. На территории мемориального комплекса «Бутовский полигон» вспомнили жертв политических репрессий. Там прошла опоминальная патриаршая служба. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. В праздник собора новомучеников в Бутове пострадавших на территории Бутовского полигона состоялась божественная литургия. Службу по благословению святейшего патриарха московского и всеяруси Кирилла провел митрополит Крутицкий Коломенский Павел. Его встретил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Бутовский полигон – место массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий, в том числе многих священнослужителей. Традиционно в четвертую субботу после Пасхи здесь, под открытым небом, проводится богослужение. Богослужебное песнопение исполнил хор православного свято-тихоновского гуманитарного университета. Литургия собрала большое количество православных верующих, для которых это место много значит. Я являюсь гидом православным, и поэтому мы приехали почтить память, святыню, нашу историю. Потому что пока идет история, пока помнят люди своих предков, помнят тех, которые положили жизнь свою за веру отечества, покуда эта память идет, поэтому стоит церковь и стоит русская земля. Память, уважение, преклонение, низкое преклонение перед теми людьми, которые здесь везде. Они с нами, они в наших душах, и это все в сердце. Мой дедушка вернулся благодаря Богу из лагерей, а многие не вернулись. Я впервые здесь пришла почтить память. Во время литургии молились настоятельницы московских женских монастырей и многочисленные паломники. По завершении богослужения митрополит Павел передал собравшимся благословение святейшего патриарха Кирилла. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Главная задача аниматора – организовать настоящий праздник и обеспечить публике хорошее настроение. Именно это мастерство постигали в специальной школе Лига анимаций 2022. Наша съемочная группа побывала на выпускном балу, где состоялось торжественное вручение дипломов об окончании учебного заведения. Как и в любом образовательном учреждении, в школе аниматоров после окончания обучения и сдачи экзаменов было принято решение организовать настоящий выпускной. Мы хотели подойти нестандартно к этому вопросу, поэтому мы с вами здесь, в лесу, оформили сцену из поддонов, все в таком рок-стиле. Уроки в школе аниматоров Лига анимации 2022 начались в апреле. На занятиях ребята изучали детскую психологию, актерское мастерство, проходили курсы по игротехнике, учились работать с фото, видео и звуковой аппаратурой. Также ребята могли проверить свои практические знания, участвуя в развлекательных программах в Расторгуевском и Центральном парках. Ребята, которые заслужили дипломы, они будут награждаться сегодня. Будут награждаться у нас дипломы с подписью из администрации, у нас все сертифицировано. И, соответственно, ребята, которые прошли школу аниматоров сегодня, они будут дальше работать на программе «Наш двор». Всех выпускников школы аниматоров объединяет одно – любовь к детям. Агния Шабанова рассказывает, что на курсах ей было важно научиться работать с юной публикой. Решила сходить на собеседование в Малину и прошла. Я не ожидала, что я пройду, но так получилось. Потом я сначала не раскрывалась, старалась быть более закрытой. Потом учителя настолько талантливые люди, что смогли открыть каждого из нас. И я им очень благодарна. У выпускницы Татьяны Шмелевой есть младший брат, с которым она выполняла домашние задания и оттачивала мастерство. К нам пришел Женя в школу и сказал, что там будет очень круто и неформальная обстановка. И я очень люблю детей и хотела поучиться аниматорству. Поэтому я пришла. На выпускном балу в торжественной обстановке всем ребятам были вручены дипломы об окончании учебного заведения. Этот документ дает возможность участвовать в муниципальной программе «Наш двор», в рамках которой летом в Ленинском городском округе будет проведено 90 развлекательных программ. 45 минут анимации с любимыми героями детей, то есть фиксики, щенячий патруль, тролль, розочка. После этого мыльное шоу и подарки детям, мыльные пузыри, также с баннером. Во всех дворах мы постарались задействовать максимальное количество, то есть не брать площадки популярные. Ну и также поехать по санатории горки Ленинские, в Чурилково, в Коробово. В общем, задействовать максимальное количество площадок, чтобы принести праздник всем детям. И программы мы стараемся наполнять именно сказкой, то есть это не персонажи в костюмах, а это именно сказка. Праздник продолжился концертом группы «На уме». Музыканты сотрудничают с руководителями и педагогами школы аниматоров. И часто вместе принимают участие в различных мероприятиях. Для нас основа это тексты, все-таки песен, и мы как раз-таки в них пытаемся заложить какое-то такое разумное, добровечное. И вот на позитивном каком-то мышлении обратиться к аудитории, призвать, посмотреть на себя, на мир, на людей. И вот в таком, поэтому, да, мне кажется, соответствует, потому что все-таки то, что делает Илья, это в основном именно про созидание, про объединение разных сообществ. Выпускной получился, как и положено, ярким и запоминающимся. Впереди у ребят большая работа. Теперь их главные задачи – создавать праздник и хорошее настроение для юных жителей округа. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.